МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей теле-радиокомпании и я, Станислав Корякин. И вначале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Третья волна. Число зараженных коронавирусом вновь растет. Опять поступают тяжелые больные, поступают пациенты. В крайне тяжелом состоянии поступают пациенты в реанимацию. Новый старый дом. В 19-ти зареченских многоэтажках начат капитальный ремонт в рамках региональной программы. Наша старая застройка, это вся мира, можно сказать, часть победы. Первые дома, которые были, они в программе стояли на 2020-й, 21-й, там, 22-й год стоят. И у них начинается как раз вот этот комплексный капитальный ремонт. Безопасность в приоритете. Зареченские госавтоинспекторы проверили, как водители такси соблюдают правила дорожного движения. Данное профилактическое мероприятие проводится в отношении водителей такси, которые перевозят пассажиров на коммерческой основе. Особое внимание уделяется состоянию транспортного средства. И теперь об этих и других новостях подробнее. В этом году в Заречном планируется капитально отремонтировать порядка 80 многоэтажек. В подавляющем большинстве домов работы ведутся за счет средств, которые собственники аккумулируют на спецсчете. 19 зданий приведут в порядок в рамках региональной программы капремонта. Основные работы летом – это замена кровель. За ходом ремонта понаблюдали мои коллеги. На Ленина 31 строители выполняют капитальный ремонт кровли. Работы проводятся за счет средств, которые собственники накопили на спецсчете дома. Решение о необходимости замены кровельного покрытия тоже принимали жильцы. Два раза нас уже топило. И поэтому полностью уже и ремонт приходилось за счет ЖЭКа делать. И, конечно, трудности большие, когда все это течет. Я думаю, что все, на этом наше мучение закончится. Ремонт крыши на Ленина 31 начался в июне. Если погодные условия позволят, в дождь работу приходится приостанавливать, то в течение месяца кровля будет готова. Новое покрытие обойдется в сумму свыше 2 миллионов рублей. Стоимость работ рассчитывается, исходя из необходимого объема реконструкции. При капитальном ремонте кровли первичные, какие работы проводятся, это обследование кровли на предмет ее разрушения. То есть устанавливается объем. Надо ли вырубать стяжку, в каком объеме вырубается стяжка. Зачастую стяжка снимается частично, то есть не полностью. Она вырубается секторами, заливается, делается разуклонка в сторону ливнеприемников. И уже после этого покрывается сначала первым слоем, это называется пирог кровельный, первым слоем кровельного материала, потом сверху вторым слоем. То есть делаются стыки примыкания завода на борта, если крыша имеет борта, и меняется кровельное железо. Ремонт кровли – это сезонные работы. Поэтому в теплое время года управляющие компании в первую очередь организуют их. Перечень домов, нуждающихся в замене покрытия, составляют по заявкам горожан. Чаще всего жители многоэтажек сами обращаются в управляющую компанию. Но бывает, что и специалисты выходят к жителям с предложением о ремонте. Жилой фонд с годами устаревает, кровли подвергается износу, не все уже можно ремонтировать текущим ремонтом делать, то есть ставить латки. Поэтому предлагаем жителям проводить капитальный ремонт кровель. Очень многие жители сами проявляют инициативу и выходят к нам с предложением провести у них ремонтную работу кровель на их фонде. Вот один из примеров – это крыша, где мы сейчас находимся, это Ленин 2В. Денежные средства на ремонтные работы были использованы с специального счета. Ленина 2В – одноподъездный дом. Здесь ремонт обошелся примерно в полмиллиона рублей и был завершен в течение двух с половиной недель. Кровельных работ особенно ждали жители девятого этажа. Текла крыша, да, постоянно. Вон даже люстра еще снята, потому что, ну, хорошо натяжные потолки. Помогли вот, да, не вот прям текло у нее. И вот там все, видите, вот. Вот видно все это, все. Даже телефон вышел из строя у нас. Понятно. И сейчас как пережили сезон вот этих дождей? Ну, сейчас все нормально. Ребята молодцы. Ну, значит, комиссия принимала, как они сделали. Были довольны, акт подписан был. Ну, все нормально. Пока все нормально. Планируется, что в этом году капитальный ремонт будет выполнен почти в 80 зареченских домах. В перечне работ не только кровли, но и ремонт инженерных коммуникаций, установка узлов погодного регулирования и другое. Около 60 многоэтажек ремонтируется по инициативе жителей и за счет средств, собственников, накопленных на спецсчетах домов. Контролирует выполнение работ и жильцы, и управляющая компания, и администрация города. Администрация принимает эти работы, участвует в приемке этих работ. Мы смотрим визуально, выполнена работа, не выполнена работа. При этом мы при заключении договоров, когда собственники заключают договор, мы им всем рекомендуем, для того, чтобы был второй договор с техническими службами, допустим, с нашим МУКСом, то есть это, как называется, строительный контроль. Для того, чтобы вот эта организация полностью проверила не только, так скажем, объемы выполненных работ, но и стоимость выполненных работ. Там, где жители не стали открывать спецсчет, а средства на капремонт перечисляли в общий котел, работы ведутся за счет регионального оператора и в соответствии с региональной программой капитального ремонта. Этим летом в Заречном таким образом приводят в порядок 19 многоэтажек. Вот как раз на сегодняшний день, с 2014 года подошли сроки, что наша старая застройка, это там вот, ну, вся мира, можно сказать, часть Победы, вот эти первые дома, которые были, они в программе как раз стояли на 2020, 2021, там, 22 год стоят, и у них начинается как раз вот этот комплексный капитальный ремонт. Там утепляют фасад, делают крышу сразу же, это вот пример Победы 11, это там на Мира тоже два дома, это на Братской 23, ну, то есть таких домов у нас в городе сейчас все больше и больше становится. Если же жильцы не хотят зависеть от рекоператора и аккумулируют средства на спецсчете, то для проведения капремонта своего многоквартирного дома им нужно организовать общее собрание и принять решение о необходимых работах. Управляющие компании готовы помогать жителям в оформлении всех документов. Алгоритм действий по организации капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома представлен на сайте администрации города в разделе ЖКХ. Елена Степкина, Вячеслав Юртаев, телерадиокомпания «Заречный». И о ситуации с COVID-19. В России выявили более 14 тысяч новых случаев заражения коронавирусом во всех регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. За все время в стране зарегистрировано свыше 5 млн 260 тысяч случаев заболевания. Выписаны по выздоровлению за сутки чуть более 11 тысяч 200 человек. За весь период свыше 4 млн 830 тысяч. В то же время за минувшие сутки в стране зафиксировано наибольшее число смертей с COVID-19 с 23 марта – 416. С начала пандемии скончались почти 128 тысяч человек. В Пензенской области число умерших превысило 900 с учетом 5 летальных случаев, произошедших за последние сутки. Выявлено 76 новых фактов заражения. За все время коронавирусом было инфицировано более 48,5 тысяч человек. Выздоровели более 45 200. В «Заречном» за минувшие сутки подтверждено 5 случаев заболеваний из числа ранее выявленных. Количество же горожан, получивших первую дозу вакцины от коронавируса, превысило 10% от общей численности населения. По данным медико-санитарной части номер 59 на 17 июня, привиты 6512 человек из почти 65,5 тысяч, проживающих в городе. Полный курс вакцинации прошли 5612 человек. Обязательная вакцинация от коронавируса для отдельных категорий граждан введена уже в нескольких регионах России, сообщает федеральные СМИ. В частности, о решении в обязательном порядке прививать работников в сферу обслуживания, здравоохранения, образования и социальной защиты объявили власти Москвы, Подмосковья, Кемеровской области, Якутии и Сахалина. О том, что вакцинация от коронавируса должна стать обязательной, заявил президент Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, передает коммерсант. Обязательную вакцинацию поддержал и главный врач Московской больницы в коммунарке Денис Проценко. Только прививками можно остановить пандемию, считает врач. Кроме того, Проценко опроверг слухи о негативном влиянии вакцины от коронавируса на репродуктивную систему. Говорить о бесплодии после прививки на данный момент спекуляция, потому что нет никаких данных, которые подтверждали бы этот факт, приводят слова специалисты РИА Новости. Ранее и Роспотребнадзор напомнил гражданам, что российские вакцины против коронавируса не влияют на способности мед детей. Подчеркивается, что препараты прошли необходимые испытания по оценке влияния на потомство. Доказательства, что вакцина может повлиять на репродуктивную систему, отсутствуют. С этим мнением солидарны и зареченские медики. Свою точку зрения в интервью нашему телеканалу озвучила заведующая перинатальным центром Елена Шустикова. Мы живем с коронавирусом уже полтора года и мы понимаем прекрасно, что нам придется с ним жить. И никуда он уже теперь не денется. Так же, как ВИЧ, так же, как другие инфекции. Испанка, да. То есть это все с нами, да. Вот эти ковид-госпитали и так далее. Но мы понимаем так же, что у нас есть теперь инструменты. Это вакцины. Не было вакцин. Вот в прошлом мае мы закрывались, мы были закрыты. Прививка, она может быть реально инструментом защиты и себя, и близких, особенно тем, кто работает с людьми. Полное интервью заведующей перинатальным центром Заречного Елены Шустиковой смотрите в одном из выпусков программы Новости Заречного. Рост заболеваемости коронавирусом регистрируется практически во всех регионах страны. Ковидные госпитали ежедневно пополняются новыми пациентами. Так, в Заречном число людей, проходящих лечение в стационаре, за последние две недели увеличилось более чем вдвое. И мы вновь отправились в инфекционное отделение медико-санитарной части номер 59, чтобы выяснить, почему при наличии вакцины люди по-прежнему попадают на болото. И вот очередной мой визит в красную зону. Сравним с тем, что было осенью прошлого года. За прошедшие полгода практически ничего не изменилось. Все те же врачи, медсестры, нянечки в спецкостюмах, спасающие тяжелых ковидных пациентов. Вот только последних, по сравнению с предыдущей волной коронавируса, немного меньше. По крайней мере, в буфетной койке не стоят. Но надолго ли хватит ресурсов инфекционного отделения? В данный момент опять продолжается рост. В настоящий момент у нас 56 пациентов. Опять поступают тяжелые больные, поступают пациенты в крайне тяжелом состоянии, поступают пациенты в реанимацию. С чем вы связываете вот эту ситуацию? Я однозначно связываю с низким уровнем вакцинации, потому что больше это не с чем связать. То есть вакцинация началась уже в феврале, доступная. Ну а пока уровень в Российской Федерации, по-моему, 10%. Сто раз пожалели о том, что не сделали вовремя прививку и сами пациенты инфекционного отделения. Зоя Ивановна, вот скажите, пожалуйста, а вот вы же сюда попали уже когда вакцина появилась? Да. А почему вы не сделали прививку и здесь? Не сделали. Съездили на фестиваль, скандинавской ходьбы, повеселились, погулялись. Ну как-то меня отпустило. Думаю, нет, я не заражусь. Я спортивный человек, я туда, я сюда. И не смогла. Думаю, нет, меня обойдет. Страшно? Страшно. Плачь каждый день. Каждый день, да. Реву, сижу, давление, все, болельщиков столько. И вдруг вот такое. Вставать сила, нет, слабость, слабость. Вот сейчас. И палки мои дома стоят уже пока. Ждут, наверное, меня. Обязательно дождутся, даже не думайте. Не думайте. Спасибо врачам. Ой, какое спасибо. Какие они молодцы, как она заботится. Они суетятся, ходят, принесут, подадут. А мы как бы с помощью-то и сидим, лежим. Для вас что было самое страшное, когда вот вы попали сюда? Или когда вы узнали вот о том, что у вас коронавирус? Сначала я узнала, мне страшно стало, почему, где я подцепила. А потом сюда попало, мне как бы еще бодренько был просто свой букет заболеваний. Поэтому положили. Но потом у меня на третий день стало очень плохо. Я даже под маской лежала. Было очень страшно. Да, одни кошмары. Температура не спадала. Вот, конечно, все переживали. Спасибо сестричкам, докторам. Ну, голоса нет. Не знаю, появится ли нет. Наталья, вот скажите, пожалуйста, а как вообще так получилось, что вы сюда попали? Вы знаете, русская ось. Ось пронесет. Ну, лучше бы, наверное, сделать прививку, и ось бы пронесло. По-другому немножечко. Ну, случилось так, как случилось. Попали. Куда делаться? А вот страшно было, когда вот сюда... Страшно. Дышать нечем. Кислорода не хватает. Воздух не разворачивается. Полосы нет, и до сих пор его нет. И он не восстанавливается. Сосуды все болят, все лопаются, все трещит на нас. Болеть очень тяжело в год. Тяжко. Делайте, люди, прививки. Берегите себя сами. Никто же за нас это не сделает. Почему-то только здесь, задыхаясь от нехватки кислорода, лежа под капельницами, надрывно кашляя и безропотно снося все процедуры, еле преодолевая страшную слабость, люди начинают думать. Думать о том, что вот если бы послушался специалистов, вовремя привился, ничего бы этого не было. А сейчас? Скорейшего вам всем выздоровления, а медицинским работникам стойкости и терпения. Очередной репортаж из красной зоны подготовил Станислав Корякин, телерадиокомпания «Заречный». В праздничные июньские дни зареченские госавтоинспекторы выявили четырех горожан, управлявших транспортными средствами, в состоянии опьянения. Зафиксировано также два нарушения правил дорожного движения водителями мотоциклов. А вот при проверке легкового пассажирского транспорта только за один рейд зарегистрировано 13 административных правонарушений. Подробности в следующем материале. Во время очередного профилактического рейда зареченские инспекторы ГИБДД останавливали автомобили такси, проверяли наличие необходимых документов у водителей и исправность транспортных средств. Данное профилактическое мероприятие проводится в отношении водителей такси, которые перевозят пассажиров на коммерческой основе. Особое внимание уделяется состоянию транспортного средства, состояние резины на установленной автомашине, установлены дополнительные оборудования ГБО, какие-то дополнительные предметы. Также проверяется путевая документация, путевые листы, прохождение медицинских осмотров водителя, предрейсиво технического контроля, состояние транспортного средства. За время рейда инспекторы зарегистрировали 13 административных правонарушений. В их числе и непристегнутый ремень безопасности, и техническая неисправность автомобиля, и перевозка пассажиров без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения создают угрозу здоровью и жизни людей и влекут за собой административную ответственность. Если водитель нарушил, например, едет с технической неисправностью транспортного средства, то водителю грозит административный штраф в размере 500 рублей. Если, получается, его выпустил механик на линию, то механику за выпуск на линию штраф грозит от 5000 рублей. Добавлю, что за пять месяцев этого года в Заречном зафиксировано 80 нарушений правил безопасности дорожного движения водителями такси за аналогичный период прошлого года – 74. Чаще всего таксисты не имеют при себе водительских прав и страховки, не пристегивают ремень безопасности и не подают сигнал перед началом движения. Сотрудники полиции разыскивают двух водителей, сбивших людей и скрывшихся с места происшествия. О том, где и как произошли эти ДТП, а также об общей дорожной ситуации в городе, мы сегодня поговорим с временно исполняющим обязанности начальника отделения ГИБДД по городу Заречному Сергеем Тюрденевым. Смотрите интервью сразу после рекламы, а пока – к другим новостям. Подходит к завершению первая смена оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей. 625 юных зареченцев отдыхают на базе четырех образовательных учреждений. Для каждого лагеря разработана тематическая программа, позволяющая школьникам проводить время не только интересно, но и с пользой. 220-я школа открыла свои двери для 150 ребят. Летние каникулы здесь насыщены разнообразными событиями. Тема первой смены в этом лагере – покорители галактики. Дети путешествуют по разным планетам и каждый день узнают что-то новое. Юные исследователи уже добрались до новой точки своего виртуального путешествия – космической станции «Диско-баттлы». Это игровая программа с дискотекой. Чтобы справиться с заданиями этого этапа, каждый отряд должен продемонстрировать командный дух и максимум фантазии. У нас все связано с космосом, и дети на дискотеку должны будут одеться по-звездному. Каждый отряд должен быть одинаковыми, звездными, красивыми. В общем, посмотрим, что из этого получится. У нас очень много мероприятий, очень много кружков. У нас есть космические поделки, кружки, есть ИЗО, есть у нас территория творчества, где они занимаются творчеством, ставят сценки в виде спектаклей, разыгрывают что-то. Есть видеокружки, есть спортивные кружки, поэтому кружков у нас очень много. Напомню, что в этом году в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией время пребывания детей в городских лагерях сокращено до трех недель. Первая смена завершится 21 июня, а уже 23-го стартует второй этап летней оздоровительной кампании в школах 220, 222 и 225. 18 июня 11-ти классники сдают очередные экзамены по выбору, баллы за которые необходимы выпускникам при поступлении в ВУЗы. В пункты проведения ЕГЭ пришли те, кто решил продемонстрировать знания по биологии и иностранному языку. На следующей неделе у пока еще школьников заключительный этап экзаменационной сессии и прощальный балл. В этом году в Заречном 223 выпускника. На память о самом главном школьном празднике у них могут остаться не только фотографии, но и призы и конкурсы телерадиокомпании «Заречный» выпускники 2021. Как будет организовано традиционное состязание, расскажет Елена Степкина. В день выпускного бала в Заречном стартует традиционный конкурс выпускники. В этом году, как и в прошлом, он будет проходить в дистанционном формате. Не будет дефиле, в котором участвуют обычные выпускницы на площади перед ТЮЗом. Просто выпускники и выпускницы могут отправить свои фотографии в красивых нарядах к нам, прямо на сайте. Форма для отправки фотографий появится в день выпускного, 26 июня. Необходимо отправить две фотографии, одну в полный рост, одну до пояса. Конкурсные фотографии будут приниматься до 9 июля. Как и прежде, победители среди юношей и среди девушек выберут посетителя информационно-развлекательного портала «Город Зет». Голосование начнется 12 июля и продлится в течение недели. Отдать свой голос можно нескольким конкурсантам, но по одному разу за каждого. Познакомиться с участниками зареченцы смогут не только в интернете. Все фото будут представлены и в программе «Доброе утро Заречный». С того момента, как поступит первая фотография на конкурс «Выпускники-2021», их можно будет посмотреть в программе «Доброе утро Заречный». То есть каждый день мы будем показывать снимки участников и юношей, и девушек. Можно будет посмотреть, оценить их наряды, оценить улыбку и проголосовать, когда начнется голосование. Голосованием посетители интернет-портала выберут двух победителей – юношу и девушку. Еще одну выпускницу года определит жюри. В него войдут представители спонсоров конкурса. В этом году их 15. Практически все предоставляют денежные сертификаты на покупку товаров. Церемония награждения будет показана в программе «Доброе утро Заречный». Розыск водителей, скрывшихся с места ДТП. Дорожная обстановка в городе. Основные причины аварии, в которых погибают и получают травмы люди. Об этом через пару минут. Не переключайтесь. Продажа квартир в жилом комплексе «Скайпарк» по адресу улица Ленина, 55А. Современные свободные европланировки. Широкоформатные окна. Энергосберегающие технологии класса А+. Индивидуальные приборы учета теплоэнергии. Цена за один квадратный метр от 43 тысяч рублей. Телефон 231-001. Конкурс телерадиокомпании «Заречный». Выпускники 2021. Участвуй, побеждай и выигрывай ценные подарки от спонсоров. Подробная информация в эфире телеканала «ЗАТВ» и на сайте городзет.инфо. Выпускники 2021. Спонсоры проекта. Магазин красивой одежды для дома и отдыха. День и ночь. Пекарня «Плюшки-ватрушки». Магазин электроники и техники «Прайм». Отдел «Чайная симфония». Мастерская воздушных шаров «Хэппи Бабблс». Компания «Буфет 58». Ювелирный магазин «Жемчуг». Генеральный спонсор проекта. Супермаркет «Соломка». Замыкание ядерного топливного цикла. Первый блок «Беларусь КС» дан в промышленную эксплуатацию. Способ изготовления изделий с «Гафнием» запатентовали на ЧМЗ. Смотрите в среду в 20.00. Новости «Заречного» в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях начальник отделения ГИБДД по городу Заречному Сергей Церденев. Добрый вечер, Сергей Александрович. Давайте начнем наш диалог с вами о том, какова же ситуация на дорогах Заречного. Потому что в последние несколько месяцев произошло, я бы сказал, даже целый ряд таких достаточно серьезных и резонансных дорожно-транспортных происшествий. Расскажите, пожалуйста, вообще о том, какая ситуация у нас. Ну, за пять месяцев текущего года на территории города Заречного произошло 62 дорожно-транспортных происшествия. Аналогичный период прошлого года – 63. ДТП, в которых пострадали люди, в этом году произошло 6. Аналогичный период прошлого года – 5. То есть количество пострадавших в этом году – 7, в прошлом году – 5. То есть усматривается рост пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях. Также в этом году погибло в результате дорожно-транспортных происшествий 2 человека. Аналогичный период прошлого года – таких фактов не зарегистрировано. То есть более тяжелые последствия в этом году. Более тяжелые последствия. Также зарегистрировано рост дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. То есть в этом году зарегистрировано 2. В том году за данный период не было зарегистрировано данных происшествий. Где пострадало у нас 3 ребенка. Это на улице Светлый 2 ребенка переходили, проезжая часть не в положенном месте. И на улице Индустриальная. Это в районе магазина «Светофор». Хотелось бы обратиться к жителям города, что у нас на территории города Заречного произошло 2 дорожно-транспортных происшествия, где пострадали люди. И водители которых с места ДТП скрылись. Это 12 марта на улице Братской в 20 часов 20 минут неизвестный водитель на неустановленной машине допустил наезд на женщину, которая двигалась вдоль проезжей части и с места ДТП скрылся. По приметам, то есть машина темного цвета, предположительно седан. Если кто-то видел какие-то данные происшествия или что-то, слышал где-то, просьба сообщить в отделение ГИБДД или в дежурную часть. Также 29 мая на улице Индустриальная 41 в районе магазина «Светофор» произошло тоже дорожно-транспортное происшествие, наезд на несовершеннолетнего 2006 года рождения, который в результате ДТП получил телесные повреждения. Данный водитель скрылся с места происшествия. По приметам автомашины УАЗ-2105-2107 серого цвета и по таким, по приметам на заднем стекле у него, то есть во все стекло, герб или орел желтого цвета, как поясняет пострадавший. И всем просьба откликнуться, кто видел или у кого-то регистратор записал, то есть кто-то ехал с работы, может быть видел, просим откликнуться. Сергей Александрович, давайте сразу тогда обозначим ответственность за то, когда водитель при совершении дорожно-транспортного происшествия затем скрывается с места ДТП. Насколько я знаю, там достаточно серьезная ответственность. За данные правонарушения предусмотрена статья 12.27, часть 2, это уезд вместо ДТП, и предусмотрена ответственность административный арест или лишение права управления транспортного средства от года до полутора. Сергей Александрович, когда происходят вот эти дорожно-транспортные происшествия, это происходит в основном из-за нарушений правил дорожного движения, из-за каких-то неровностей на дороге, некачественного какого-то там разметки или еще чего-то, и по причине того, что автомобили были неисправны, или еще по каким-то причинам. Когда вы рассматриваете все вот эти дорожно-транспортные происшествия, все вот эти факты, вы же делаете какие-то выводы, вот в результате чего происходят вот эти дорожно-транспортные происшествия, тем более с такими тяжелыми последствиями? Ну, основными причинами данных дорожно-транспортных происшествий, которые зарегистрированы у нас вот за 5 месяцев, это, можно сказать, невнимательность водителя. И основное – это несоответствие скорости конкретным условиям движения, то есть превышение установленной скорости. И, ну, невнимательность, то есть проезд перекрестка тоже относится к этому, то, что не посмотрел, не убедился, право-влево не посмотрел, не пропустил автомашину, в результате чего произошло столкновение транспортных средств. – Какие основные нарушения правил дорожного движения выявляются у нас? То есть вот какие пункты правил водители чаще всего в Заречном нарушают? – Ну, в основном это техническая неисправность транспортного средства. Ну и, как показывает статистика, это не пропуск пешеходов, а не регулированных пешеходных переходов, ну, так и на регулированных – А пешеходы сами, ведь ни для кого не секрет, да, что Заречный – это некая особая такая аура, да, в дорожном движении, в частности, пешеходы, ну, наверняка вы сами это неоднократно видели, просто они даже вот, как идут по тротуару, сразу сходят на пешеходный переход, абсолютно несмотря ни направо, ни налево, да, не убеждаясь в собственной безопасности, вот таких нарушений со стороны пешеходов многого является? – Да, это, как бы сказать, ну, вот если мы возьмем не пропуск пешеходов, например, мы выявляем, например, за пять месяцев сто, а пешеходов по сравнению с этим, грубо говоря, четыреста, то есть пешеходы нарушают больше, чем водители. – Для них предусмотрена какая-то ответственность? – Да, предусмотрена, наказываемая статья 12.99, ч. 1, предусмотрен административный штраф в размере 500 рублей. – Сергей Александрович, и в завершении нашей встречи хотелось бы спросить еще вот о чем. Какая работа сейчас проводится сотрудниками госавтоинспекции во время каникул? Потому что сейчас самокаты, велосипеды, электросамокаты, о которых сейчас очень много ведется речь, потому что непонятно вообще, что это такое транспортное средство или что это такое, которое едет со скоростью 50-60 км в час. Вот какая работа сотрудниками госавтоинспекции проводится для того, чтобы предупредить именно такого рода происшествия? Происшествия с велосипедистами, с детьми, с водителями, владельцами, скажем так, самокатов? – Мы проводили работу перед летними каникулами в учебных заведениях, в дошкольных учреждениях, проводили беседы, ходили, то есть как инспектор по пропаганде, так и все с отделением ГИБДД, все ходили, распределили школу, все ходили и рассказывали, как нужно действовать при той или иной ситуации, как пользоваться самокатом, велосипедом, то есть разъяснялись правила. То есть так как у нас, например, самокат, он не относится к транспортному средству, он относится как, то есть если ты управляешь самокатом, то ты относишься к пешеходам. Вот, то есть как нужно ездить на велосипеде, то есть до 14 лет нужно ездить только по тротуарам, после 14 нужно двигаться по краю проезжей части, не выезжать, то есть от края проезжей части не более 80 сантиметров. Так что в этом направлении у нас проводилась большая работа, так как у нас имелся рост ДТП с невершеннолетними, то есть на это был делан определенный упор. А на дорогах вы работаете с ними? С велосипедистами, вот с этими, с самокатчиками? У нас же сейчас мы видим много на дорогах. Да, ну то если едет человек, конечно, на самокате в проезжей части, мы к ответственности не привлекем, мы проводим беседы, также проводим, не акции, но как сказать, то есть работу по громкоговорящей связи, стоим где большое скопление граждан, разъясняем там, как нужно переходить проезжую часть, то что нельзя переезжать на велосипеде по пешеходному переходу, то есть доводят все вот эти правила, как бы народ слышит, выполняет, то есть ну... Но нарушений почему-то меньше не становится. Но нарушений меньше не становится. Сергей Александрович, большое спасибо за участие в нашей программе, будем надеяться, что все-таки цифры, статистики у нас к концу года, ну все-таки как-то выровнятся, потому что действительно вот такие вот, для такого маленького городка, с их там, я не знаю, дорожной сетью в 7 километров протяженностью, да, и такие дорожно-транспортные происшествия, в которых гибнут люди, это, ну, по-моему, это вообще нонсенс. Спасибо за участие в нашей программе, всего вам самого доброго. До свидания. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами. И вам всего самого доброго. До встречи на канале «Заречный» и будьте осторожнее на дорогах. До встречи на канале «Заречный» и «Заречный» и «Заречный» и夜 «Заречный». Субтитры создавал DimaTorzok